МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кручу, 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 педали кручу! С горы, с горы, с горы, как птица лечу! Кручу, 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 педали кручу! С горы, с горы, с горы, как птица лечу! Спешу, 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 спешу налегке! Навстречу радуги-дуге! По подсчетам специалистов, в Могилеве как минимум 30 тысяч велосипедистов. И с каждым годом их становится все больше. Кто пересаживается на велосипеды и почему? Могилевчанин Игорь Ватрамеев 4 года назад в качестве постоянного транспорта выбрал велосипед. И с тех пор уверен, это лучшее средство передвижения по городу. Я живу возле танка, а работаю возле стадиона «Спартак». На велосипеде за 10 минут я гарантированно при любой погоде всегда доезжаю. А на машине ехал один раз, ехал 28 минут. То есть я как встал возле гостиницы «Могилев», ну ладно, ну бывает. Поехал на второй день подряд, но ситуация была совсем хуже. Я ехал 36 минут, то есть порядка 40, и все тоже возле октября. Как пробка и до технопарка мне, ну ехать, ну совсем неудобно. Максим Медяков, замдиректора могилевского предприятия «Прокат», считает, многие могилевчане с удовольствием пересели бы с авто на велосипеды, если бы не мнение окружающих. Ну не каждый сегодня человек оденет рубашку, брюки, собираясь на работу, и вместо машины предпочитет себе взять из своего гаража велосипед и поехать на работу. То есть даже вот на личном примере, мне до работы ровно на 500 метров, ну я каждый день выгоняю и загоняю машину в гараж, потому что, как вам сказать, ну еще вот как-то вот не настроена эта система. Да, едет велосипед, но это обязательно будет или молодой парень, или молодая девушка. Так вот увидеть пожилого человека, например, и причем при этом не в шортах и не в сланцах, а в рубашке, в галстуке, ну это, понимаете, вот в отличие от Европы, нам еще как-то вот, ну мы этого не понимаем, что ли. Поспорить с этим стереотипом готова могилевчанка Татьяна Осмоловская. На работу по городу ездит только на велосипеде, каждый день, в любую погоду. Татьяна успешно совмещает и велосипед, и серьезную должность замначальника Центральной диспетчерской службы «Могилев Энерго». Мне надо только переодеться из шортов в деловую одежду, и я сразу готова работать в любой момент и принимать любые решения. А на Могилевском предприятии «Авим Студио» в этом сезоне велосипедный бум. Все больше местных сотрудников на работу в центр города добираются на велосипедах. Один приехал, второй, третий, ну и так вот волна захлестнула, и каждый решил купить себе из активной части организации себя по велосипедам. У нас человек 15-16, может быть, уже даже больше, мы уже перестали считать, потому что каждый раз кто-то приезжает на новом велосипеде, а че это велосипед? Мы даже ходим потом по офису и интересуемся. В этом сезоне у нас, получается, резко увеличилось, наверное, раза в два велосипедов, то есть даже люди, у которых есть личный транспорт, это автомобили, они все равно покупаются велосипеды, даже если они добираются на работу, то уже видно, что они там на выходных выбираются, катаются, и вот сейчас, насколько я знаю, наверное, еще человек опять собирается покупать. Как говорится, дурной пример заразительный, а хороший пример еще более заразительный. Люди просто общаются, они видят, что удобно, весело, и люди сами подтягиваются. По оценке специалистов, ежегодно в Могилеве продается около 5000 велосипедов. Нарастающую популярность этого транспорта подтверждают и сами продавцы. Каждым годом все больше людей приходит, и значительно больше по объемам проданных велосипедов, где-то, ну, раза в полтора увеличивается каждый год. Дешевле всего велосипеды обойдутся на рынке. Цены на горники и городские модели от полутора миллионов рублей. Отечественный Аист можно купить и за миллион. А вот в специализированном магазине цены раза в полтора выше рыночных. Тут хороший велосипед стоит почти как машина. Тем не менее, покупателей здесь хватает. Вот очередной. Мужчина решил довольно стоять в пробках на авто. Пора пересесть на велосипед. Аргументы железные. Быстрее, выгоднее, здоровее. Здоровый образ жизни, это же, понимаете, основа всего. Правда? Надо с машины пересаживаться на велосипеды. Чтобы понять, двухколесный транспорт ваше или нет, велосипедистом можно стать и временно. В Могилевских пунктах проката за сутки езды на отечественном Аисте отдадите 18 тысяч рублей, а за день катания на горнике до 50 тысяч. Правда, тут, говорят, спроса на велосипеды почти нет и ищут новые варианты. Может быть, попробовать на летний период завести наши, ну, все велосипеды из пунктов проката соединить в один и создать этот пункт проката на Славодной трассе. Это наша ОРК Печерска. Возможно, там по Печерскому лесопарку, вдоль озера люди смогут покататься. И все-таки, где колесить без риска для жизни? На проезжей части машины, на пешеходной – люди, ямки, бордюры. А велодорожки? В центре города их попросту нет. У нас официально пока существуют две велодорожки. Они находятся на расстоянии друг от друга. Это велодорожка по Гомельскому шоссе и велодорожка по улице Челюскинца, вплоть до Буйнич. Они фрагментарные велодорожки. Протяженность каждой из них порядка двух километров, наверное, составляет. Сами велосипедисты говорят – это не дорожки. И приводят свои аргументы. Вы знаете, а как туда доехать? Вот. То есть, да, все хорошо, если человек живет в центре города. Как ему доехать до этой велодорожки? Если врач Челюскинцев, ну что это за велодорожка? Да, хорошо, на асфальте нарисовали велосипедик. Ну, катайтесь. А можно ли проехать по этой велодорожке, если она есть? То есть, бордюры, ямки, абсолютно изуродованный тротуар. У нас в городе, по сравнению с другими городами, например, даже в Минске, ну, я вижу, как люди катаются, там есть велодорожки специальные, занимаются активным отдыхом. В сравнении, даже было за границей, там всем нравится велосипед, люди катаются, активный образ жизни ведут. У нас, в Могилеве, нет этого. Градостроители объясняют, из-за узкой застройки провести велодорожки через центр города просто невозможно. Если мы берем центр, вы видите, какое напряженное движение автомобилей, ширина тротуаров. Естественно, создать где-то отдельно, выделить велодорожку, допустим, на проезде, где и так очень плотный поток автомобилей, либо на тротуаре, ну, не всегда представляется возможным. Велосипедисты понимают, средства на создание велодорожек нужны немалые и предлагают свой экономный вариант. Должны быть выделены места по городу, где, возможно, на дороге велодорожка, то есть по проезжей части. При необходимости вот даже вот этот тротуар можно разделить пополам и создать возможность прогулки велосипедистам, пометив их определенными знаками. Городские власти откликнулись на это предложение. В течение трех лет они обещают создать в городе целую сеть велодорожек. На тротуарах и проезжей части велозоны выделят разметкой. Ныне действующие велодорожки будут объединены по второстепенным улицам, ну, скажем, по улице Космонавтов с выходом, начиная от Челюскинцев, выход на Космонавтов и далее на Минское шоссе. Также можно здесь посмотреть Гомельское шоссе с выходом на Витебский проспект, ну и, соответственно, это выход на Витебское направление. Ну и возможно использовать, я думаю, вот зону реки Дубровенко, скажем, как отдельную некую рекреационную зону, также рекреационную зону для велолюбителей в Печерском лесопарке и в парке «60-летие октября». Это будет отдельная, возможно, вот, ну, не с целью, чтобы человек мог добраться из одного конца до другой город, просто спокойно покататься. Несмотря на проблемы с велодорожками, Могилевщина вырастила 10 чемпионов республики по велоспорту. Тренер Могилевского училища Олимпийского резерва Тамара Борозна перечисляет звезд велодвижения Могилевщины. Екатерина Борозна, Евгений Шансонов, Артем Зайцев, Семен Зайковский, участник чемпионата Европы и мира по велоспорту Гордей Тищенко. Тренер с гордостью показывает кубки и медали, завоеванные на престижных международных соревнованиях. Только в этом году с Олимпийских дней молодежи и первой страны ребята привезли 11 золотых медалей. Благодаря нашему директору Николаю Константиновичу мы 8 лет назад открыли отделение велосипедного спорта в училище. И благодаря этому наша область продвинулась вот до таких высот. До этого у нас были, в принципе, мы были в яме. Вместе с тем тренер не скрывает, велоспорт в Могилеве все еще нуждается в финансовой поддержке. Спортсменам по-прежнему не хватает дорогостоящего инвентаря. Безопасной трассы для тренировок тоже нет. Еще лет 10 назад я обращалась к нашему руководству по поводу строительства велодорожки в районе Дубровенки. И там же есть тир. Вот его реконструировать или построить какую-то новую базу велосипедную. С одной стороны там, допустим, был бы прокат горных велосипедов, а с другой – велобаза. Есть у могилевских велолюбителей и другая проблема – парковки. Если в райцентрах велостоянки в прямом смысле слова на каждом шагу, то в Могилеве устанавливать такие, казалось бы, простые конструкции не спешат. Ни в одном ведомстве нам точно не смогли ответить, сколько же всего в городе велопарковок. Пару лет назад стоянки для велосипедов поставили возле нескольких крупных магазинов, но потом убрали. Для велосипедистов они оказались неудобными. Велопарковок в городе удобных и хороших нет. Те велопарковки, которые существуют, они, наверное, годятся для велосипедов советских времен, потому что колеса большие, узкие, взял, поставил, он и стоит. А современные велосипеды, как у меня, есть возможность погнуть тормозной диск, зацепить звезды, что-то еще. Иногда просто колесо не влазит в эту велопарковку, поэтому что она есть, что ее нет. Минские микрорайоны, я иногда смотрю новости, показывают, возле домов ставятся уже сразу запланированные велосипедные парковки с какими-то крытыми, от дождя закрытые, от солнца, и, может быть, даже они огорожены, и ключи там имеются уже у владельцев велосипедом. Сам Константин для своего магазина заказал велопарковки, сделанные по зарубежным стандартам. Стоимость такой около 400 тысяч рублей. Похоже, установлены на железнодорожном вокзале Могилева. Говорят, это идеальный вариант. На 3 июля в Могилеве запланирована акция одной из компаний мобильной связи. По ее итогам в городе обещают установить 10 новеньких велопарковок. Где они будут находиться, решат сами могилевчане. К сожалению, городская инфраструктура по-прежнему далека от европейских стандартов. Все еще неприлично высокие бордюры, всего одна веломастерская. Может, потому велосипедистов все еще воспринимают как помеху. У тебя есть траектория движения, и у человека тоже, когда он открывает глаза, и видит перед собой уже велосипедиста, хотя и не на большой скорости, он принимает резкие, начинает делать резкие движения. Это может повлечь за собой неприятные моменты как пешеходам, так и велосипедистам. Водители не обращают внимания на велосипедистов. То есть они смотрят, особенно на перекресток, то есть они смотрят, есть другая машина, нет другой машины, а уже едет велосипедист или нет, то есть не обращают внимания. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу, куда качу. В отличие от Ката Леопольда, в Могилеве катись куда хочешь, пока не получается. К счастью, это не останавливает тех, кто давно понял, велосипед не только самый уязвимый, но и самый экологически чистый и дешевый вид транспорта. А вести здоровый образ жизни можно не только на крупных спортивных площадках, но и на скромной велодорожке. Не поверну, пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит.